Послание президента страны стало новым программным документом, направленным на развитие Казахстана в посткризисный период. Подчеркнув важность создания новой модели государственного управления и необходимость скорейшего решения экономических вопросов, глава государства Касым Джамар Тукаев обозначил основные приоритеты социальной модернизации общества, сделав акцент на эффективность государственной поддержки уязвимым слоям населения и гражданам с низкими доходами. Семечане, ознакомившись с посланием «Казахстан в новой реальности время действий», полностью поддерживают предложенные президентом реформы и считают документ планом развития страны в современных условиях. Социальное благополучие населения в первую очередь зависит от наличия собственной жилплощади. Сегодня потребность граждан в доступном жилье обеспечивается за счет реализации госпрограмм по возведению арендных квартир. Вместе с тем население, имеющее низкие доходы, не может справиться с покупкой жилплощади без эффективной поддержки со стороны государства. В связи с этим решение президента о запуске программы 5.10.25, на реализацию которой выделено 390 миллиардов тенге, стало хорошей новостью для тех, кто мечтает о собственной квартире. «Я думаю, это хороший посыл, потому что молодежи нужно иметь жилье. Почему сегодня бракоразводные процессы происходят, да, вот проблемы для сегодня общества. Одним из основных, вот мы тоже анализируем эти вопросы, нехватка необеспечения жильем. Создается проблема, когда не хватает маленькая зарплата, или когда вся зарплата уходит для того, чтобы снять какую-то квартиру, и отсюда рождаются проблемы молодой семьи. Я думаю, очень правильное решение, касающееся, когда надо поддержать и молодую семью, и семью среднего уровня, которые должны иметь возможность сегодня получить жилье». Не остались в стороне и вопросы сферы образования, которое должно быть качественным и доступным для молодого поколения казахстанцев. Ведь именно сейчас необходимо обратить самое пристальное внимание на раскрытие творческого потенциала молодежи. В связи с этим, в своем очередном послании народу Казахстана президент обозначил задачи, решение которых повысит качество образовательного процесса, несмотря на различные вызовы современности. Одним из важных моментов улучшения дел в сфере образования стало повышение заработной платы преподавателям. В сфере образования уделяется большое внимание, особенно повышению качества. В это нелегкое время очень важно готовить высокопрофессиональные кадры, а для этого надо хорошо обучать молодежь и готовить их к поступлению в ведущие зарубежные вузы. Еще одной хорошей новостью стало повышение заработной платы учителей на 25%. Это большая помощь для педагогов, ведь если преподаватели будут получать достойную заработную плату, то они будут работать с полной отдачей сил и повысят качество образовательного процесса. Семичане отмечают, что долгосрочные планы и проекты, обозначенные в послании, направлены на консолидацию общества и государственных органов для решения первоочередных задач, направленных на повышение благосостояния народа, улучшение социальной инфраструктуры и обеспечение поступательного экономического развития Казахстана. Сама Цитенов, Айдос Айткалиев, телеканал Семей.